В одном из самых древних городов мира, Ерихоне, на подворье русской духовной миссии состоялось богослужение с освящением плодов. Символично, что происходило оно в день пророка Елисея. По преданию, святой чудотворец Елисей очистил воду в Ерихоне, сделал ее здоровой, а значит и сами эти места пригодными для проживания. Ерихон еще называют городом пальм, и пальмы здесь действительно могучие. Одно дерево дает сотни килограммов фиников. В саду на подворье русской духовной миссии в Ерихоне ветви деревьев буквально гнутся под тяжестью плодов. Этот участок земли в 1874 году приобретен архимандритом Антонином Капустиным. Здесь был построен дом, чтобы паломники могли останавливаться на пути к реке Иордан, к месту крещения Иисуса Христа. На этом участке когда-то находился дом мытаря Закхея, чье имя упоминается в Евангелии от Луки. Встречая спасителя, мытарь Закхей так хотел его увидеть, что влез на смоковницу. Спаситель его заметил и побывал у него дома. Теперь это место считается святым. В день пророка Елисея в часовне Иоанна Предтечи, еврея начальника русской духовной миссии Егумен Феофан, руководитель зарубежной русской православной церкви Архимандрит Роман и духовенство миссии отслужили божественную литургию с освящением плодов. Традиционно плоды освящаются здесь не на преображение Господня, а на день памяти пророка Елисея. В это время здесь поспевают первые виноградные грозди и другие фрукты. Часовня на подворье в Ерехоне возведена над старинной мозаикой V века, найденной здесь во время раскопок. Мозаичная надпись гласит, что здесь погребен настоятель монастыря Игумен Кириак. Мозаику очень берегут и во время богослужения закрывают это место коврами. Фрески на стенах часовни появились гораздо позже, в начале XX века, но время оставило свой заметный след на этих росписях, которые ныне частично утрачены и требуют реставрации. К сожалению, сейчас средств Русской духовной миссии не хватает для того, чтобы отремонтировать эти фрески. С болью смотришь на те лики. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то помог Русской духовной миссии на воссоздание этого памятника. В праздничный день в часовне собралось много народу. Среди прихожан была и Юлия, она родом из Донецкой области Украины. После окончания Харьковского мединститута вместе с мужем-палестинцем она приехала жить к нему на родину. Теперь здесь работает фармацевтам. Привыкать к жизненной чужбине было нелегко. Вера – это, наверное, все. Если бы не вера, я бы в своей тяжелой жизненной ситуации не поднялась бы. А вера мне помогла. Вместе с другими верующими причастила с таинством Христовым и 12-летняя Настя. На Святую Землю она приехала из Сургута вместе с мамой, с которой сейчас живут в Горнинском монастыре. Там очень интересно. Там монахини проживают очень долгое время, несут свое послушание, труд. То есть, если, допустим, с одноклассницами я на ограниченные темы могу поговорить, то с монахиней я уже общаюсь на разные темы. День пророка Елисея здесь очень почитаемый праздник. Согласно священному писанию, именно этот святой очистил воду в Ерехоне, которая была непригодна для питья. Если учесть, что вокруг древнего города на многие километры раскинулась пустыня, в таком окружении его дивные сады кажутся действительно большим чудом. Нина Свечникова, Александр Абрамов, Ерехон, Православный телеканал, Союз.